МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проектирование Крабулинской развязки может начаться уже в следующем году. Губернатор Михаил Евраев встретился с министром финансов Антоном Силуановым. Практически полная готовность Ярославля завершается большой ремонт улицы Пожарского. Зайцев накажут рублев в ярославском транспорте, хотят поднять штрафы за безбилетный проезд. Традиции реализма хранят и продолжают. Ярославские выпускники художественного училища защитили дипломные работы. Экзамены позади в Ярославле, как и по всей стране, вручают аттестаты и устраивают выпускные вечера. Как отмечали в 2019-м, расскажем в рубрике «Нам-30». До юбилея городской телеканала осталось чуть больше недели. В студии Елизавета Корегина. Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале. Трасса М-8 от Ярославля до Москвы будет четырехполосной на всем протяжении. Об итогах встречи с министром финансов Антоном Силуановым сегодня рассказал губернатор Михаил Евраев. Несмотря на то, что артерия до столицы в хорошем состоянии, есть несколько однополосных участков. На них водители выезжают на встречку, случаются аварии. Поэтому, по мнению губернатора, необходимо решать проблему, возможно, делая дорогу частями. Также обсуждался вопрос Корабулинской развязки. Область готова выходить на проектирование. Для этого нужны федеральные средства. Проект Корабулинской развязки сложный, технический и финансово емкий. Сейчас мы за свой счет сделали техника ценовой аудиты, готовая выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра. Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне Российской Федерации. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 26-й год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 24-й год. Сегодня дорога на улице Пожарского прошла техническую приемку. Объект ремонтировался в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По двухгодичному контракту работа проделана большая. Насколько успешно справился с ней подрядчик, узнал Александр Захаров. 3 километра 600 метров, 37 тысяч квадратных метров асфальта. Такой крупный объект достался подрядной организации на два года. Сегодня пришла пора его сдачи. Остались последние штрихи. Осталось несколько пешеходников в разметке нарисовать. Ну и по зеленке немного отработаем. Два-три дня. Ну я думаю, за два дня справимся. Работа проделана большая. В первый год отфрезерован весь асфальт. Сразу уложен выравнивающий слой. Параллельно обустраивались тротуары, которых раньше не было. Не было тротуара. Была просто какая-то дорожка, похожая на асфальт. А теперь отличный новый тротуар. Мне очень нравится. Здесь я работаю давно уже причем. Теперь абсолютно нормальный проезд. Дополнительно по просьбе жителей подрядчик обустроил два остановочных комплекса заездными карманами для общественного транспорта. Все наши замечания в процессе, которые были выявлены, в принципе, подрядчик все вовремя устранял. И мы сейчас видим хорошую дорогу. И я, честно говоря, мне даже глаз радует, что сделано все очень качественно. И мы дальше будем тоже контролировать. Также необходимо было прочистить все водоотводные канавы. Местность здесь достаточно заболоченная. На протяжении около 4 километров улицы Пожарского врыто порядка 40 труб для водоотведения. Тем самым это дает гарантию, что вода будет уходить и не подмывать дорогу. Цена контракта 173 миллиона рублей. И это не самый масштабный объект в Ярославле. Впереди ремонт улиц Победы, Свободы, проспекта Октября и других дорог. Напомню, у нас в текущем году порядка 16 объектов. Это первоначально было включено в эту программу. Но в целом, именно если взять дорожную деятельность в городе Ярославле, то на сегодняшний день с учетом двухгодового финансирования, финансирования 23-го года, финансирования 24-го года, у нас определено порядка 90 объектов уличной дорожной сети. Сейчас все объекты проходят госэкспертизу, готовятся конкурсные процедуры. А что касается улицы Пожарского, до конца недели все работы здесь будут завершены. В Ярославле с помощью автодозвона будут бороться с незаконной расклейкой объявлений. Теперь на номер телефона, указанный в рекламном листке, будет звонить робот, призывающий устранить нарушения. Постановление о порядке организации существования автоинформирования на территории города Ярославля подписал мэр Артем Молчанов. Согласно документу, при самовольном размещении объявлений, листовок и иной наружной информации, компания-нарушитель будет подключена к системе автоинформирования. В течение двух дней после выявления закона рекламы на указанный телефонный номер с интервалом в 10 минут с 9 часов утра и до 8 вечера будут поступать звонки с требованием убрать незаконную расклейку. Робот будет очень настойчив, проконтролирует устранение нарушений сотрудники мэрии Ярославля. Уборка города, строительство школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных территорий – эти и другие темы. Мой коллега, главный редактор городского телеканала Илья Барабанов обсудит с мэром Ярославля Артемом Молчановым в четверг в программе «Диалоги». Присоединяйтесь к обсуждению и звоните в прямой эфир и задать свои вопросы, а также оставить видеообращение можно и на странице городского телеканала во Вконтакте в разделе «Сообщения». Не пропустите программу «Диалоги» в четверг, 29 июня в 19 часов. В Ярославле штраф за безбилетный проезд собираются повысить в 20 раз. Такое предложение внес губернатор Михаил Евраев. Теперь зайцы рискуют лишиться не 100, а 2 тысяч рублей. А неоплаченный провоз багажа может вырасти с 200 до 1000 рублей. Согласно поправкам, штрафы увеличатся в городах и районах, где полномочия по транспортному обслуживанию были переданы с муниципального уровня на областной. То есть речь пока идет только о Ярославле и Ярославском районе. В остальных муниципальных образованиях размер штрафа оставят по прежнему уровню. Кроме того, глава региона предложил ввести наказание для водителей, которые не выдают билетов при оплате за проезд наличными. Им может грозить штраф в 5000 рублей. Проект соответствующих изменений внесен в областную думу. Приговор отменен. Дело вернули Фемиде. Второй Кассационный суд отменил оправдательный приговор Ярославского областного суда в отношении капитана Баржи, который обвинялся в гибели двух членов экипажа и затоплении судна на Рыбинском водохранилище. Городской телеканал рассказывал об этой истории. Трагедия произошла в августе 2020. Управляя буксиром, мужчина вел две несамоходные баржи-площадки. Груз на одной из них опрокинулся. Двое находившихся на борту матросов упали в воду и утонули. Рыбинский городской суд в апреле 2022 приговорил капитана к 3,5 годам колонии-поселения. Ярославский областной суд в июле того же года отменил приговор суда первой инстанции. И теперь Фемида в Москве не согласилась с выводами коллег первой судебной инстанции и постановила передать дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. В Ярославской области введен карантин в почти двух десятках населенных пунктах Любимского района. Причина лейкоз коров, выявленные в одном из местных хозяйств. Приказ об ограничительных мерах подписан директором областного департамента ветеринарии Александром Чувгуном. Чтобы предотвратить распространение заболевания, до 20 июня 2024 года запрещается вывоз крупного рогатого скота. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала. Совместное содержание инфицированных больных и здоровых животных. Особую осторожность следует проявлять при изборе молока от больных и здоровых коров. Лейкоз крупного рогатого скота – неизлечимое заболевание. Вакцины от него нет, потому при заражении одной коровы владелец фермы должен заботиться об остальном поголовье. Человеку не передается. Тем не менее, пить некипяченное молоко нельзя. Онкологические вирусы, находясь в организме коровы, накапливают в себе вредные вещества. Сегодня в Ярославском художественном училище состоялась защита дипломов. В большую профессиональную жизнь шагнули два десятка новоиспеченных живописцев. Выпускники продемонстрировали, что традиции реализма, которые хранятся и культивируются в этом учебном заведении, по-прежнему актуальны. Марина Смарагова побывала на финальном испытании. В четыре года студенты Ярославского художественного училища поднимаются по этим раморным ступеням. Но это еще и ступени знаний. Сегодня они демонстрируют, чему же они научились. Каждый пишет, как он дышит. Эти слова знаменитой песни Акуджавы тут не подойдут. В академической школе важны каноны. Над дипломным проектом работают с младших курсов. На стендах всего лишь часть эскизов и набросков. Тему нужно проработать как можно тщательнее. Изучить эпоху, покопаться в энциклопедиях, перелистать маститых авторов. Анастасия Низова выбрала непростой эпизод отечественной истории. Украшение Иваном Грозным господина Великого Новгорода. Есть открытое противостояние. И достаточно неоднозначная ситуация. Нет прямых доказательств, кто прав, кто виноват. Поэтому и русско-средневековье тоже очень интересно лично для меня. Аттестационную комиссию возглавил академик Александр Крылов. Он уже четверть века приезжает в Ярославль из северной столицы, чтобы строго, но справедливо оценить труды выпускников. К Ярославлю относится тепло. Дед – выходец из Рыбинска. В Петербург приехал со знакомым – Василием Муравьевым, который стал знаменитым старцем Серафимом Вырезким. Я вижу большое будущее у современной молодежи. В этом году защиту в училище очень хорошие, талантливые ребята, великолепные руководители. Академизм держится на всей системе образования в стране. Детская художественная школа, училище, вуз. Анастасия собирается продолжить учебу в направлении кинематограф. Темы разные по истории, по нашей жизни, в общем, разнообразные. И ребята, я бы сказал так, очень меня порадовали, во-первых, качеством исполнения, глубиной проникновения в тему и то, что они многому научились. Мне вот не стыдно за них. Стать великими, знаменитыми и выдающимися выпускники, конечно же, мечтают. Пока не в начале дистанции, но в багаже уже солидный капитал – это знания. Оценки большинство дипломников получили отличные, но еще и ценные советы от педагогов. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Новости города. В Ярославле, как и в других городах страны, в эти дни проходят выпускные вечера. Сегодня на сцене ДК «Нефтяник» торжественно вручали аттестаты выпускникам 86-го лицея. А самым сильным, ловким и быстрым еще и значки ГТО. Алексей Машков побывал на торжественной церемонии. Все экзамены позади, теперь можно выдохнуть и порадоваться. 11 лет в школе уходят в историю. Последнее событие в стенах родной альмаматор – вручение аттестатов. Сегодня выпускники 86-го лицея с удовольствием рассуждали, куда будут поступать. Зачастую выбор падает на столичные университеты. Планы большие, баллы получились неплохие. Я думаю, с ними можно будет попробовать поступить в Москву, в Питер или куда-нибудь в другой город, кроме Ярославля. А выпускник лицея Андрей Новожилов хочет стать летчиком гражданской авиации. Парень с детства занимается спортом. Сначала баскетбол, затем хоккей, теперь увлекся воркаутом. Помимо экзаменов, сдал нормативы на золотой значок ГТО. Говорит, все получилось легко, сказалась отличная физическая подготовка. Всю жизнь я увлекаюсь спортом, я пробую разные виды спорта, постоянно их меняю. Мне нравится заниматься спортом, я считаю, что благодаря спорту я поддерживаю свою форму и свое здоровье. Сегодня получили значки ГТО 19 выпускников 86-го лицея. Для обладателей золотых знаков отличия при поступлении в ВУЗы – свои преимущества. Подтверждение того, что вся жизнь проведенная в спорте была не зря. То, что моя физическая форма на золотом уровне, так скажем. И это даст дополнительный балл, опять же, я очень рад своим результатам. Учителя лицея отмечают, что выпуск этого года особенный. Среди учеников победители различных всероссийских конкурсов и олимпиад. Спортсмены и просто креативные и талантливые молодые люди. На самом деле это настоящие интеллектуалы, настоящие победители. И очень хочется, чтобы то, что в них вложено, обязательно вернулось и послужило в том числе и нашей земле. В этом году в Ярославской области оканчивают школу 6011-ти классников. После выпускных их ждет новый, но не менее ответственный этап в жизни – поступление в ВУЗ и снова учеба. По выбранной профессии. Алексей Машков, Денис Кауров. Новости города. В Ярославле отметили День молодежи. Основной площадкой гуляний стала «Стрелка», где весь день шли интерактивные программы, спортивные игры, караоке, мастер-классы и танцевальные батлы. Были организованы экскурсии по основным достопримечательностям города. Тысячи ярославцев пришли на заключительную часть праздника – выступление популярной группы «Пицца». Любимые хиты им подпевали практически все. Ярославская учительница приняла участие в Дне молодежи в Нижнем Новгороде. Там праздник прошел под девизом «Энергия дружбы». В числе 100 лучших педагогов страны Жанна Торхова совершила полет из Москвы до столицы Приволжского федерального округа. В течение трех с половиной часов на борту самолета проходила образовательная программа, во время которой сами педагоги, а также приглашенные спикеры делились своим опытом и наработками. Также Жанна Торхова поучаствовала в гала-концерте на стадионе Нижний Новгород, который собрал более 20 тысяч зрителей. Торхова – учитель истории и общества знаний в школе номер 26. В прошлом году она в Кремле получила награду за заслуги в области образования. Благодарность вручил председатель правительства России Михаил Мишустин. Новый проект Жанны Торховой для продвижения личностного и профессионального роста педагогов под названием «Движение вверх» получил высокую оценку российских специалистов образовательной программы для молодежи. Поэтому Ярославна и была приглашена на праздник. Это про связь поколений. Энергию дружбы чувствовали и наши предки. Например, когда садились около костра после совместной охоты. Про это я рассказываю на своих уроках истории и общества знания. У нас было большое количество человек, то все из разных сфер, из образования, но из разных сфер направлений предметных областей. И, соответственно, мы сразу же уже в самолете придумали, как мы можем повзаимодействовать. Например, у меня с соседом был директор спортивного центра из Санкт-Петербурга. Мы обменялись контактами и уже подумали о том, что можно будет какой-то совместный проект сделать в сентябре. И еще о молодых людях. Ярославцы хотят видеть молодежь более образованной. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 30 лет назад больше половины хотели, чтобы молодежь была более трудолюбивой. В топ-3 ответов также вошел запрос на более преданных родине молодых людей. Каждый пятый желает, чтобы юноши и девушки были способны обеспечить себя материально. Также ярославцы хотят видеть молодежь более физически крепкой и скромной. Сами молодые люди уверены, что от их сверстников должно исходить больше доброты и терпимости, а также чтобы они сами были более решительными. Основные проблемы молодежи сегодня по версии опрошенных трудоустройства – жилищный вопрос, получение хорошего образования и материальное положение. До дня рождения городского телеканала осталось чуть больше недели. В рубрике «Нам 30» мы вспоминаем яркие эпизоды биографии. За три десятка лет их можно набрать очень много. Как известно, в день рождения принято дарить подарки. Лучше, говорят, в народе сделаны и своими руками. Приняв эту простую истину, как руководство к действию, журналисты городского телеканала отправились творить. Это случилось пять лет назад. Марина Смарагдова о том, как рисовали. Журналист подобен живописцу, только его красками являются слова. И чем искуснее автор, тем выразительнее полотно. Но однажды мы себе изменили, взяли в руки масхетин. Картина «Масло» ныне с нами. До сих пор рассказывает нам о том необычном событии. Праздничное утро началось необычно радостно. Не с чистого листа, а с чистого холста. Братья художники Михаил и Павел Шиханов ждали нас в своей галерее. Готовили поле для творчества. У нас нет права на ошибку. Сегодня здесь собрались журналисты. Даже, может быть, в большей степени, чем мы художники, творческие люди. Я считаю, что если вообще у человека, у взрослого, у ребенка, у подростка есть необходимость внутренняя творить, у него получится все, что угодно. Павел Шиханов несколько лет был нашим коллегой, корреспондентом программы «Утренний чай». Мастихин многие увидели первый раз в его мастерской. Техника необычная, но коллективная импровизация увлекла всех. Трудно было сделать первый мазок, зато потом как по маслу. Вообще приспособиться вот к этой вот, как это, мастихин, приспособиться к нему, чтобы вот и правильно вот москиты в ту сторону, в какую надо клались. Аналоги в работе живописца и журналистов много. Прежде всего, умение видеть не только основные цвета, но и еле уловимые нюансы. Но и этого недостаточно. Нужно уметь передавать не только суть предмета, но и настроение. И самая важная уверенность в своей правоте. Мне показали, как надо рисовать. Я считаю, что здесь нужно побольше зеленого, поэтому у меня получилось, что это типа, но потемнее. В палитре городского телеканала у каждого корреспондента свой тон, своя манера. А вместе получается неповторимое полотно. Мы же команда, мы должны друг другу подсказывать и помогать. Тем более в вопросе, в котором мы мало что понимаем. В конце процесса к общему делу присоединились камермены. Те, кто в кадре не работает, но именно от их мастерства зависит качество картинки. Скромностью они не страдают. Есть мастеры, ведь нас сразу. Молодцы, с удовольствием поработали. Написали сезонный букет и цветов. И мне кажется, что поработали на оценку пять. Пятерочка и в дате рождения городского телеканала. Так творчески 5 июля закрыли 25-й год. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Новости города. В Ярославле определили список кандидатов на выборы в областную думу. В рамках прошедшей конференции регионального отделения «Единой России» делегаты проголосовали за самых достойных представителей. Полторы сотни партийцев утвердили итоговый список победителей предварительного голосования. Это 34 человека. А это был праймерис, где подведены итоги, где люди проголосовали за тех кандидатов, которые хотелось бы, чтобы им доверили будущие мандаты, и они могли бороться от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах. То, что мы с вами развиваемся и идем вперед, я могу сказать, что это результат нашей общей с вами совместной работы. Именно поэтому я хочу сказать большое спасибо, потому что именно так я ее воспринимаю, и именно так воспринимают жители Ярославской области. Также на конференции была утверждена народная программа партии. Она станет главным документом для работы вдвиженцев от «Единой России» в Ярославской областной думе на ближайшие пять лет. Название «Наша земля», «Наша гордость», «Наша сила». Программу разрабатывали совместно с жителями всего региона. Разделы программы касаются всех сфер жизни общества. Образование, здравоохранение, культуры, спорта, молодежные политики, экономики, благоустройство дорог и других. Всего в народной программе 157 инициатив. Один из пунктов – это у нас борьба за экологию. Сейчас у нас проводятся ряд мероприятий по поводу зеленых масел, в том числе, также за окружающую среду, за воздух, за наш. Это очень важно. Программа является продолжением народной программы, утвержденной партией. Та программа, которая в 2021 году была на выборах в Государственную Думу. Но мы все знаем, понимаем, что это живой документ. Потому что предложения поступают от жителей постоянно. Эти предложения обсуждаются. Вопросы газовой безопасности на языке, понятном и взрослому, и ребенку. Компания «Газпром Межрегионгаз» создала сериал «Серый волк» и «Бытовой газ», чтобы рассказать, как правильно и безопасно использовать голубое топливо. Что делать запрещено и как быть, если что-то пошло не так. Смотрите ролики на сайте безопасныйгаз.рф. А юные ярославцы смогут пройти увлекательный квест вместе с красной шапочкой. Привет, бабуля. Иду к тебе в гости и пирожки несу. Хорошо, внученька. Жду. Субтитры делал DimaTorzok А ну, Волк, возвращай мою бабушку. Подключать, обслуживать и ремонтировать газовое оборудование могут только специалисты. А люди знают. Пришло время спортивной части выпуска. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» не сыграет 7 сентября в день памяти разбившейся в 2011 году команды. Стало известно расписание, когда и с кем пройдут матчи в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. Старт 3 сентября на льду «Арены-2000». Домашняя встреча «Локомотива» пройдет против Нижегородского «Торпеда». 6 сентября ярославцы примут «Челябинский трактор», а 8 санкт-петербургский «СКА». Завтра станет известно полное расписание игр каждой команды на весь сезон. А ярославский шинник встретится с Калининградской «Балтикой». Сегодня опубликована информация о контрольных матчах клуба в ходе подготовки к сезону 23-24. 2 июля ярославская команда сыграет с «Балтикой» в Москве, а 8 июля там же со столичной родиной. Старт нового сезона первой лиги для черно-синих состоится 16 июля с «Аска-Хабаровском». Второй тур – 30 июля с «Волгарем» из Астрахани. Оба матча пройдут на выезде. Ярославцы стали обладателями шести медалей в первенстве мира по подводному спорту. Соревнования юниоров завершились в столице Египта. Воспитанники 4-й спортивной школы областного центра завоевали 4 золота и 2 серебра. Спортсмены в «Ластах» отличились на разных дистанциях. Из 26 человек юношеской сборной страны – 4 ярославца. Они внесли свой достойный вклад в победу команды. Первое место в неофициальном зачете – таков общий результат. Россияне выступали в Каире под флагом Международной Федерации Подводного Спорта. Всего на турнире показали свое мастерство более 350 сильнейших сплавцов из 35 стран. В Рыбинске завершились два крупных старта по парусному спорту. Спортсменам Ярославской области удалось завоевать 16 медалей, в числе которых 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Первый этап Кубка России и 52-й Кубок Рыбинского моря проходил в аккаторе водохранилища. Участие в соревнованиях приняло 80 сильнейших парусников из 8 регионов страны. На протяжении всех гоночных дней спортсмены боролись за лидерство в управлении различными классами яхт. В областном центре определились сильнейших спасателей. В Ярославле прошли 5-е межрегиональное соревнование по водно-спасательному силовому многоборью. Его участниками стали волонтеры, которые помогают профессионалам спасать людей. В результате упорной борьбы с первого по третье места как в мужском, так и в женском зачете заняли ярославцы. Всего было заявлено 24 команды. Участники носили мешки с песком по 40 и 20 килограммов. Гребли на лодках на скорость, поднимали гири, соревновались в плавании. Впечатления положительные, все хорошо. Организация на высшем уровне. Сами соревнования очень интересные, различные препятствия. Соперники очень сильные, молодцы ребята, все остальные. О погоде теперь. В Карачаево, Черкесии сильные дожди в сочетании с грозой и градом. На реках подъем уровней воды вестами с достижением неблагоприятных отметок. В Ставропольском крае тоже мокро. В северных районах республики Башкатарстан заморозки до минус 2. В Якутске 30-32 со знаком плюс. Как в Астрахани и Краснодаре. И без осадков. Что в Ярославле завтра, Юлия Василенко сейчас ответит. О погоде на вторник в студии Юлия Василенко. Здравствуйте. На протяжении всего дня небо будет облачным. Осадков синоптики не обещают. Подробности далее. Для вас, очкарики, лазерная коррекция зрения за один день. Идеал. Телефон 72-12-18. Во вторник ночью в Ярославле облачно с прояснениями, без осадков. Температура 12 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Во вторник днем Ярославле облачно с прояснениями, без осадков. Температура 25 градусов. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом о погоде все. С вами была Юлия Василенко. Увидимся завтра. В студии работала Лизавета Корегина. До встречи в эфире.